МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале Север. В студии Ольга Руслова. Здравствуйте. Меры по развитию транспортной инфраструктуры обсудили в Совете Федерации. Представитель Верхней Палаты Парламента от Ненецкого округа Денис Гусев внес предложение с учетом условий Крайнего Севера. Местная продукция из Оленины будет завоевывать ближнее зарубежье. Местных производителей высоко оценили на состоявшейся в Москве международной выставке продуктов питания Продэкспо-2022. Благотворительная арт-неделя проходит в Наринмаре. Искусство во имя благотворительности. Все средства с продажи картин пойдут на поддержку Центра содействия семейному устройству «Наш дом». 94 новых случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в Ненецком округе за минувшие сутки. В числе заболевших – жители Наринмара и поселка Искателей. Из них 14 – дети. Как сообщает Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа, на лечении с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории, Уровня референс находится 919 человек. Еще у пяти пациентов коронавирус подтвержден результатами исследования методом ИФА. В целом на лечении в регионе находится 924 человека. Из них стационарное лечение получает 52 человека, амбулаторное – 872. В регионе зарегистрировано 93 летальных исхода от коронавируса. Напоминаем, в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности. Обязательный масочный режим системы QR-кодов при посещении общественных мест и мероприятий. Постановление главного государственного санитарного врача по Ненецкому автономному округу об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан по эпидемическим показаниям. В Совете Федерации состоялся круглый стол с представителями министерств, главной темой которого стало обсуждение мер по развитию транспортной инфраструктуры сельских территорий. Представитель Верхней Палаты парламента от Ненецкого округа Денис Гусев внес свои предложения, касающиеся увеличения цикла строительства сельских дорог с учетом логистических особенностей Крайнего Севера. Вопрос строительства дорог в сельской местности остро стоит не только для Ненецкого округа, но и других районов Крайнего Севера. На прошедшем в Совете Федерации круглом столе сенатор от Ненецкого округа Денис Гусев внес предложения, которые касаются изменения схемы участия арктических регионов в госпрограмме комплексного развития сельских территорий, в части увеличения цикла строительства сельских дорог с учетом логистических особенностей Арктики. Но один из критериев программы Министерства сельского хозяйства Российской Федерации это годичный цикл строительства дороги в сельской местности, что, естественно, не впислось в наши логистические и строительные временные характеристики. То есть мы выступили с предложением о том, чтобы этот цикл удлинить на три года. Сенатор также предложил при реализации программы в приоритетном порядке выделять средства из федерального бюджета на строительство сельских дорог с твердым покрытием к историческим памятникам федерального и регионального значения. Например, городище Пустозерск является местом паломничества туристов и археологов со всего мира. Предоставление субсидии позволило бы региону решить проблему транспортной доступности этого природно-исторического памятника и связать Нарьенмар с Тельвиской. В этом вопросе мы консолидированы с представителями Государственной Думы от субъекта. Мы будем работать для того, чтобы наши предложения и наши дальнейшие действия, мы вошли в программу и финансирование, часть финансирования строительства и проектирования этой дороги осуществлялось за счет средств федерального бюджета. Это наша, наверное, главная задача, которая сейчас стояла. И я надеюсь, что мы все усилия приложим, начиная от региональных органов власти, заканчивая нашими федеральными. Село Тельвиска расположено всего в пяти километрах от столицы региона. И часть жителей работают в Нарьенмаре. В летний период им приходится добираться самостоятельно на лодках или на пассажирском транспорте. В зимний период действует автомобильная переправа. На сегодняшний день здесь проживает порядка 700 человек. 30% жителей ведут свою трудовую деятельность в городе Нарьенмаре. В этот процент входят также и ученики 10-х и 11-х классов, и студенты общеобразовательных учебных заведений, которые ежедневно добираются до города и периодически сталкиваются с проблемами и трудностями, особенно в период весенней и осенней распутницы. Кроме того, строительство дороги упростило бы и ряд других важных забот для села. Таких, как упрощение схемы работы регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами и вывозу жидких бытовых отходов. При этом отпала бы необходимость в строительстве и содержании дорогостоящих очистных сооружений и площадок для длительного накопления твердых коммунальных отходов. Наличие дороги увеличило бы количество индивидуального жилищного строительства не только бы в селе Тельвиске, но и в деревне Устье. Многие собственники участков приостановили строительство индивидуальных жилых домов именно после прекращения строительства дороги на Ренмар-Тельвиске. Что касается госпрограммы комплексного развития сельских территорий, в настоящее время средства выделяются на строительство и ремонт автодорог к населенным пунктам, на территории которых находятся объекты агропромышленного комплекса, которые часто располагаются за пределами населенных пунктов. Поэтому проблема транспортной доступности для населения осталась нерешенной. Александра Литкова, Антон Водряков, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Удивить иностранцев Олениной мясную продукцию местных производителей высоко оценили на состоявшейся в Москве международной выставке продуктов питания «Продэкспо-2022». По ее результатам уже достигнута предварительная договоренность на поставку продукции из мяса Оленины в страны СНГ. Центр поддержки и развития экспорта Ненецкого округа принял участие в крупнейшем в России и Восточной Европе международном форуме «Продэкспо». Отметим, что это одно из самых авторитетных ежегодных событий в сфере продовольствия и в течение четверти века определяет векторы развития отечественной пищевой индустрии. В этом году наш регион представил на выставке продукцию из мяса Оленины местных производителей. Есть предварительная договоренность о возможном экспорте с Казахстана, ДНР, Украина, Дания, Туркменистан, Армения, Кыргызстан. Для нас очень важно выходить на зарубежные мясные рынки, поскольку национальным проектом нам поставлена задача выполнить показатель по объему экспорта несырьевой продукции 1,3 миллиона долларов. Продвигая на отечественный рынок качественные продукты питания, «Продэкспо» способствует реализации приоритетных национальных проектов, направленных на повышение качества жизни российских потребителей. Губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный на еженедельном совещании отметил, что продукция из Оленины местных производителей конкурентноспособная. И сейчас необходимо приложить усилия, чтобы продвигать ее на разнообразные рынки сбыта, тем самым помогать мясокомбинату и оленеводам реализовать мясо. И если уж не удалось прорубить окно на европейский рынок, если нас не ждут по каким-то политическим, скажем так, вопросам, не хотят пускать на европейские рынки Еврокомиссия, значит, мы будем искать эти рынки у наших давних друзей по СНГ. Давайте выходить на эти рынки, никаких согласований Еврокомиссии не требуется для этого. Надо отметить, в округе достаточно потенциала и сырья, чтобы выходить, в том числе и на международный рынок сбыта. Проводим работу для того, чтобы продукция мясокомбината попадала не только на прилавки магазинов в нашем субъекте и других субъектах, как, например, в магазине в Архангельске, но и руководство мясокомбината активно ведет работу с Росрезервом. То есть, эта работа ведется. На текущий момент первое достижение, то, что у нас сроки хранения линейного увеличены с 12 месяцев до 18, это мы, по сути, для всей страны, для всех арктических субъектов по поручению губернатора мы эту задачу решили. Уже есть благодарности и со стороны Ямала, и Мурманск, то, что мы для целой отрасли силами нашего мясокомбината эту задачу решили. Между тем, в конце марта планируется открытие фирменного магазина мясопродуктов в городе Усинске. Уже больше года подобная торговая точка работает в Архангельске. И, как показывает практика, интерес у потребителей к данной продукции за пределами региона есть. Сейчас такая же работа ведется по городу Усинск. То есть, эти работы магазина нужно открывать в тех регионах и в тех городах, где знают наши предприятия и где знают оленину, и где есть конкретный спрос на оленину. Думаю, в Усинске формальности мы должны пройти в течение февраля месяца, до конца этого месяца, и уже должны приступить к ремонту помещений в марте месяце и технической оснастке магазина. То есть, торговое и холодильное оборудование должны мы уже до конца марта месяца установить. По словам заместителя губернатора Татьяны Лагвиненко, в ближайшее время планируется выйти на российские международные рынки сбыта рыбной продукции, производителей Ненецкого округа. Ольга Русул, Антон Водряков, Алексей Орлов, Телеканал Север. В кино по Пушкинской карте. Кинотеатр Арктика в Нарьинмаре присоединился к программе Пушкинская карта. Посещать кино без финансовых затрат можно с 17 февраля. Как сообщили в региональном департаменте образования культуры и спорта, приобрести билеты в кино на средства Пушкинской карты можно на сеансы отечественного кино, созданного при поддержке Министерства культуры, страны и фонда кино, региональных министерств, а также отечественных фильмов, созданных до 1991 года. У нас в кинотеатре можно будет приобрести билеты по Пушкинской карте на фильмы «Один из молчаливых мужчин» и «Однажды в пустыне». Перечень фильмов, участвующих в программе Пушкинская карта, будет постоянно пополняться. Поэтому, какие фильмы будут в дальнейшем, которые можно будет купить, приобрести на Пушкинскую карту, можно будет посмотреть на сайте kino.nmrdk.ru Напомним, что в начале года государство пополнило баланс Пушкинской карты до 5000 рублей. Из них на поход в кино можно потратить не более 2000. На данный момент приобретение билетов по Пушкинской карте возможно только в режиме онлайн. То есть вы должны зайти на сайт кинотеатра kino.nmrdk.ru и выбрать фильм. Он будет обозначен логотипом Пушкина. Соответственно, вам нужно будет на него нажать, выбрать удобное для себя время и уже перейти к оплате. Во время оплаты нужно будет выбрать Пушкинскую карту и ввести все данные. Так же, как при обычной оплате банковской картой. Чтобы оформить Пушкинскую карту, необходимо скачать приложение госуслуги.культура и войти в него, используя учетную запись на госуслугах. Стать участником программы может молодежь от 14 до 22 лет включительно. В Ненецком округе на средства карты можно также приобретать билеты на мероприятия Дома культуры Арктика в кассах и онлайн на официальном сайте учреждения. А также на мероприятия Ненецкого краеведческого музея. Время выбрало нас. Во Дворце культуры Арктика прошел вечер, посвященный 33-летней годовщине вывода советских войск из Афганистана. Все тетрализованное представление было построено на воспоминаниях людей, участвовавших в боевых действиях. Далее все подробности. Беззаботное время закончилось. 1979 год, 18 лет, призывной возраст. Советская армия служит два года. 1979 год, военный конфликт в Афганистане между правительственными войсками и оппозицией. По просьбе Демократической Республики в декабре 1979 года в Афганистан Советский Союз вводит свои войска. И вдруг годен для прохождения воинской службы в рядах Советской Армии. Место прохождения службы Демократическая Республика Афганистан. За 9 лет в ходе военных действий в Афганистане Советская Армия потеряла свыше 14 тысяч солдат. 6 тысяч скончались от ран и болезней. Андрей Явтысый пришел на вечер, чтобы исполнить песни в память о тех, кто навечно остался в боевом строю. Когда я пришел служить, в Афганистан я уже не попал. По роду свидетельности, когда попал, в другие горячие точки. Уже когда Советский Союз распознался, по-моему, в другие судьбы на горных коробах. В этот вечер на сцене Дворца культуры Артика звучали песни тех лет. Афганские песни. К слову сказать, песни, сочиненные ребятами еще тогда на войне, быстро распространялись по всему ограниченному контингенту в Афганистане летчиками, которые постоянно перелетали из провинции в провинцию. На родину их привозили уезжающие в отпуск офицеры, увольняющиеся в запас солдаты. В 1988 году, после подписания Женевских соглашений, начался вывод советских войск из Афганистана. 15 февраля 1989 года его территорию покинули последние колонны частей 40-й армии. В стихах песни, завершающие присутствие советского контингента «Мы уходим с Афгана» есть такие строки. «До свидания, Афган, этот призрачный мир. Не пристало добром поминать тебя вроде, но о чем-то грустит боевой командир. Мы уходим, 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 уходим». Трое ребят из Вельковисочного, Нижнепеши и Амдермы навсегда остались на той афганской войне. Виктор Аншуков, Семен Шульгин и Иван Пушкашу. Память должна жить. «Это очень важно, потому что мы поднимаем авторитет наших ветеранов, ветеранов нашего округа, чтобы о них говорили, показывали. Мне кажется, на уровне Наринмара это очень мало показывали и говорили об этом. Спасибо, что в этом году они откликнулись и проводят такое мероприятие. И я думаю, что для молодежи это очень полезно». «Такие мероприятия очень важно проводить, потому что молодежь нынче очень редко интересуется такими вещами. Я сегодня нес вахту память у обелиска. И в основном были именно те люди, которые воевали, а молодежь – только юная армия. И как бы 33 года прошло. Я думаю, что это нужно помнить, нужно знать, особенно молодежи». «Обязательно, чтобы наши дети, поколение молодое, чтобы они знали, что это было. Они же вот ту войну еще более-менее показывают, как и что. А про Афганистан были фильмы, конечно, мы смотрели, мало, конечно. Но чтобы они знали, мне кажется, очень много ведь молодежи погибло». Историческая память бесценна. Она не должна умирать с течением времени. Необходимо передавать ее от поколения к поколению. Тогда будет жить страна, будет жить народ. Вот. Василий Хатанзейский, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Искусство во имя благотворительности. В одном из заведений Наринмара проходит арт-неделя, в ходе которой гости могут рисовать картины. А организаторы акции продают их работы. Все средства от продажи картин пойдут на поддержку Центра содействия семейному устройству «Наш дом». Подробности в следующем сюжете. «Здесь будет еще один персонаж. Потом я уже расскажу подробнее». Наталья Рочева занимается творчеством с самого детства. В возрасте пяти лет девочку познакомили с кистью и красками в Доме детского творчества. Дальше – школа искусств. И сегодня Наталья также не забывает о своем увлечении и продолжает заниматься творчеством. «Потолкнули на это родители. Ну, как всегда, обычно отводят. А потом просто как-то это зацепило. Естественно, начало получаться. И получалось достаточно хорошо. Педагоги хвалили, знакомые, родственники. Говорили, ой, как красиво. Ну, и, естественно, вот эта поддержка, наверное, сподвигла меня продолжать заниматься творчеством». Как и у многих творческих людей, на пути Натальи Рочевой были свои трудности. Переломные моменты. Желание все бросить настигло девушку в период школьных экзаменов. Но родные и близкие вовремя остановили Наталью, за что она им благодарна. И сейчас, когда девушка узнала о неделе благотворительности, решила принять участие. «Это небольшая возможность заявить о себе, а также принести какой-то вклад в благотворительность с помощью своего творчества». Результат получился довольно необычный. Как говорит сама художница, эта работа построена полностью на фантазии. «Руки заботливо обнимают, держат молодого человека. И вот как-то вот так вот получилось». Подобные мероприятия позволяют творческим людям внести свой вклад в благотворительность. «С помощью каких-то даже базовых навыков ты можешь не только, допустим, принести радость человеку, который приобретет эту картину, например, но и также помочь, в нашем случае, детям из детского дома. Но это, я считаю, что это очень замечательная акция». Организатором благотворительной акции стал индивидуальный предприниматель. Никита Яничев признается, что изначально планировалось организовать просто выставку работ местных художников. Но из этой идеи выросло нечто большее. «Мы пообщались с небольшим количеством художников, которые сказали, как это должно выглядеть и из чего мы должны исходить, что должны покупать, что использовали. Собственно, закупились, сделали пространство, купить, что угол небольшой, в котором каждый желающий может прийти и внести вклад в благотворительность». Чтобы принять участие в благотворительной арт-неделе, гостю нужно внести символический взнос за расходные материалы и написать картину. А каждый любитель искусства может приобрести готовую работу. «Человек может выбрать из тех картин, которые уже готовы, либо попросить на заказ. Мы абсолютно гибкие сделаем так, как хотят». Арт-неделя продлится до 20 февраля. Все средства с продажи картин пойдут на благотворительность. Василий Хатанзейский, Катерина Тайборей, Телеканал «Север». На этом у меня все. Далее прогноз погоды. Оставайтесь с нами. До встречи в эфире.